Всем привет! Вы на канале Необъяснимое, и с вами я, Дмитрий Зайцев. Сегодня я покажу вам страшные видео и видео о том, как Рейк забрался в дом. Погнали! А следующее видео было снято в шторм. Мужчина вышел на улицу, когда там бушевал ураган, и увидел нечто странное на небе. На фоне молнии появилось облако, которое напоминало силуэт человека. У этого облака сияли огромные светящиеся глаза. Самое удивительное в этом, что облако меняло свое местоположение, То есть, как будто бы это существо разглядывало всех внизу. А также, очень жутко то, что облако неоднократно смотрело на автора. Как будто бы это существо видело, что его снимают на телефон. Как вы думаете, что дало такой эффект? Потому что, если вы обратите внимание на свечение глаз, то они очень естественны, и графикой было бы сделать это очень сложно. Следующее видео я нашел на японском сайте. То, что в Японии происходят очень странные и порой очень страшные вещи, это факт. Но попробуйте объяснить, черт возьми, что происходит на этом ролике. Как написано в описании, девушка вышла из дома, чтобы дойти до своей матери. Но что-то жуткое преследовало ее в этот день. Некий дух или даже демон все время был у нее за спиной, она ощущала его присутствие. Он то материализовался, мы могли его видеть как просто прохожего, то просто обращался к ней по имени. Девушка уже практически вернулась домой, но когда она поднималась на лифте, это существо преследовало ее. Обратите внимание, какая-то черная тень следит за девушкой. Также, как утверждается в описании, началось все с того, что девушка нашла в этот день какую-то черную книгу со странными символами. Возможно, к ней привязалось какое-то проклятие. А на следующем видео семья переживала странные явления во дворе своего дома. Они часто слышали раздражающие звуки смеха девушки, а также прочие ужасные невероятные события, которые тянулись еще с детства этих молодых людей. Один из парней установил камеру слежения, чтобы посмотреть, что это может быть. В надежде, что что-то все-таки удастся записать, но то, что они записали, оказалось намного страшнее, чем предполагалось. Мужчины, которых вы видите на видео, поясняют, что на другой стороне внутреннего двора нет ни крыши, ни другой подобной конструкции, которая заставляет девушку, которую вы видите, парить. Также они говорят, что в этот момент они слышали только звуки и смех. Ничего они не видели. И только камера смогла записать нечто ужасное. Но обратите внимание, мужчины не видят эту девушку. Чего нельзя сказать о собаке, она просто в ярости. Я даже предположить не могу, что это может быть, как и ребята, которые выложили это видео. Но как вы думаете, что это? А следующее видео шокировало большинство пользователей интернета два месяца назад. Оно породило множество слухов и предположений. Действие происходит в Соединенных Штатах Америки. Автор услышал звук и думал, что это его приятель Майкл. Но когда вышел, увидел это существо. Большинство людей сразу же предположило, что это Рейк. Судя по цвету его глаз, ребятам, кажется, до этого удалось запечатлеть что-то подобное в своем районе в лесу. Обратите внимание, глаза одного цвета расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Это говорит, что, скорее всего, это был он же. Как утверждал автор, первое наблюдение за этим Рейком состоялось еще в 2013 году. Вот это видео. И снова мы видим те же глаза, тот же цвет и то же расположение, точно на таком же расстоянии друг от друга. Наблюдение существа в 2013 году осталось нерешенной загадкой и по сей день. Видео из квартиры Майкла выглядит достаточно убедительным. Очень убедительным. Многие пользователи проводили исследования, выясняя, графика это или действительно настоящий Рейк попал на видео очень близко и очень четко. Эти огромные горящие глаза наводят настоящий ужас. Как утверждает автор, после того, как он в шоке ушел оттуда, Рейк не напал, а убежал. Что он искал в его доме неясно, остается лишь догадываться. Видимо, Рейки в конец оголодали, что лезут прямо в квартиры и дома. Ведь до этого его наблюдали только в лесу, на большом расстоянии. Ближе он не подходил. Напишите свое мнение по этому поводу. Возможно, в один из дней вы выйдете посмотреть, как там дела у вашего друга Майкла, и увидите Рейка. А следующее очень короткое видео показывает нам самую настоящую одержимую куклу. Этот жуткий смех, это ужасное поведение говорит о том, что в ней очень страшный и серьезный демон. И если вы обратите внимание на поведение второго парня, то вы заметите, что вначале он истерически смеялся, когда этот клон исчез. Но потом, когда из шкафа что-то выпрыгнуло, он даже отключил камеру. К сожалению, на этом видео обрывается, и сказать, что было дальше, я не могу. Последнее время на ТикТоке появляется все больше ужасных вещей. Некоторые из них явный фейк, а некоторые заставляют задуматься. Как и следующее видео, которое снял Карлос, на ТикТоке его можно найти под именем Кутропали. Также у Карлоса Шериса есть Ютуб-канал. И все публикации и на Ютубе, и на ТикТоке связаны с преследованием его демоническим существом, которое к его невезению решило остаться жить у него дома. Все это он записывал на видео, которое я сейчас вам покажу. Эти ролики явно шокируют вас, поэтому приготовьтесь. Ровно в 3.39 ночи Карлос увидел в окне, как загорелись фары брошенного автомобиля. Да, это вполне мог бы быть бездомный. И Карлос решил спуститься и проверить, кто там в автомобиле. Давайте посмотрим. Это будет открыто. Это будет круто. Это будет ужасно. Я не хочу, чтобы не было ничего. Все это не было. Я думаю, что кто-то пробил это. И вот здесь. Возвращение. 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 А, это не может быть. Когда Карлос приоткрывает окно, он видит яркие светящиеся глаза, как изначально подумали многие. На самом деле это были фары автомобиля. Карлос спускается вниз и быстро идет исследовать брошенный автомобиль. Дальше мы видим, что Карлос находит старую фотографию, какую-то старую кассету с видеозаписью и странный крест. Да, эти объекты довольно жуткие, сами по себе, но самым ужасным был этот удар по автомобилю. Карлос тут же убегает с того места домой. Подписчики рекомендуют ему сжечь этот крест, что на самом деле было не очень удачным решением, поскольку события, которые происходили, не только не исчезли, а наоборот усилились. Я так понимаю, этот крест наоборот только успокаивал этого демона или духа. После этого начались самые ужасные события. В доме все начало падать, трястись, появлялись какие-то силуэты и прочее. Кое-какие события Карлосу все-таки удалось записать на видео. Как вы думаете, что ему теперь делать, какие действия предпринимать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что события, которые происходят с Карлосом, действительно очень опасны и могут привести к плачевным последствиям. Я из которых я подчистлю себя в пыльте и подчистки. Ну, как вы знаете, я и повезу такое, но и бессмун. Я делаю немного мусора и я слушаю... ...муют... ...мут inadvert compris... ...мут простые... ...мут большие демона... ...мут на consequencesах и меня нет. Возвам, что происходит, в клах... ...мут destroying... Друзья, с вами был Дмитрий Зайцев. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк. Спасибо, что посмотрели. Всего вам доброго. Давайте наберем миллион подписчиков.